Девушки отдыхают Это моя идея Это копия Оригинал находится в Лувре Лувр это в Париже Если кто не знает Честно говоря, Борух, я сам не понимаю Что мы с этого поимеем Пока ты тут нас просвещаешь Зуев всех нас обещал Наловить как рыбу А вот за Зуева цыц перчик Ты его своим мелочёвкой Да сказу доводишь Тебе что сказали, а? Тихо будь, а он не Лезет кругом без мыла Аукционом своим Чуть всех не попалил, а? Так ша Смотрите сюда, мусье Вол Смотрю Перец Мусье Рахумовский Наш ювелир Сделает копию этой короны И сделает так, я вам обещаю Как для самого скифского царя Ясно? Я вам мамой клянусь В Лувре её не отличат от настоящей И купят её у нас За сто тысяч франка А это сколько? Это много было Очень много Для этого понадобится золото высшей пробы Ты прав, перец Во времена скифов Самоварное золото ещё не варили Ну что? Вот что я называю Грабануть Лувр без револьдера Грабануть Лувр Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Лиза, я, наверное, пойду. А ты меня еще не нарухом арестуют. Спасибо за компанию, Гарри. Доброй ночи. Добрый. Добрый вечер, Вася. Что, все за порядком следишь? Если бы я за порядком не следил, у тебя бы на площади тоже кошелек уделили. Ай, Вась, как же я без тебя-то по улицам хожу. Ты жулика со скрипкой от артиста не отличаешь. А Браун тоже жулик? Только без скрипки, да? Да, жулик. Только ты этого не замечаешь. А у нас таких называют шармерами. Глазками, как баба, пострелял, сладких слов наговорил, хватит. А денег в сейфе нету. Вась, раньше бы я сказала, иди, лови жуликов. А сейчас это смешно звучит, правда? Спокойной ночи, Лиз. Спокойной ночи, Вася. Заждался я тебя. Долго гуляешь. Ручкой не махай. И что сие означает? Денежки за синие цветочки. Сто тысяч. Где? Сам хотел узнать, кто денюжки вывел. На тебя подумал. Тебя ж все мало. Ты ж на две жизни копишь, да, Зоев? Вол должен был эту кассу наколоть. Моя доля треть. Коньячком не спорнишься? Зубы не заговаривай. Ох, чуве я, что без тебя не обошлось. И вдову опекал давно. Я уже знаю. У нас с тобой уговор был насчет кондитерской машины. А больше никакого уговора не было. А вот если будешь без спросу шастать, то у нас вообще никаких дел не будет, понял? Сангелова не уважает меня. Так что я натекую на тебя по лицу. А ты мне не заложишь. Потому что в Крытой тебе помощь нужна будет. Так что не надо со мной грубо. Понял? Здравствуй, я пойдем. Какие люди? Тебе что, малонавозы навешали? Так у нас свежак есть. Отвали проще, я не к тебе пришел. А ты легалый еще и хамло. Да я тебе сейчас усмаю. Тише, тише. Ладно, оба засохли. Что стоим молчим, как рыба об лед? Им мне сказать нечего. Пускай выйдут. Ну, давай садись. Мне говори. У меня для тебя новость, Волк. Но за это я хочу кое-что иметь. Товар засвети. Тебя хотят щемить за то, что ты прав около залетного. Так потрусите господина Брауна. Он все изделал, чтобы вдова побольше денежек собрала. Его интерес тут явлен. Если твоя байка меня из-под правила выведет, то за мной таки должен. Мой интерес Котовский. Ты сдаешь мне Котовского. Я спасаю тебе жизнь. А где я тебе его возьму? Рожу в тяжких муках? Если так случится, я никому не скажу. Гуляй, пока не посадят. Гуляй пока. Хлопцева позови. Талант Котовского умело вести двойную жизнь оказался крайне ценным для большевиков, остро нуждающихся в кадрах. Так Гришка Котовский превратился из простого бандита в идейного борца с самодержавием. За чемоданом не следите. Это Одесса могут увезти. Это вам нужно быть осторожнее. В чемодане деньги для вас. Конечно, свою долю вы далеко спрятали. Я всегда сдаю кассу. А на какие шиши вы живете в гранд-отеле и кутите в ресторанах? Ладно, с вас партия спросит. Партия со всех спросит. Матвей. Я же сказал, до встречи. Но я же не говорила, где я служу. Нашел по звездам? Тогда на булеваре все обошлось? Да. Тогда мне было стыдно за Васю. Вы братого фараона? Как вы сказали? Я имел в виду полицейского. Их так иногда называют на булеваре. Жулики. Да. Вы господин Архумовский? Да. Вы ко мне? Да. У меня к вам поручение от... От Лапидоса. От него. А, так вы к Новому Соломоновичу? Да, когда я не музыкант, я посыльный. Ну, что ж, Матвей, любая работа не постыдна. Ну, так, хорошо, молодой человек, пойдемте, пойдемте. Не заговаривайте мне помощницу. Тогда Лиза еще не понимала, с какими поручениями Матвей приходил в лавку к Архумовскому. Наум Соломоновичу, я вынуждена искать другую службу. В чем дело? Что случилось, Лиза? Я вас чем-то обидел? Что вы. Я привыкла к вам. Но мало покупателей за последнее время. А, Лиза, закройте дверь, я вам кое-что покажу. Вот. Это наше спасение. Такая корона могла украсить голову скифского царя Сайтоферна. Корона скифского царя Сайтоферна. Откуда у вас только золото? Отдел античности Лувра провел тщательную экспертизу. Прошу прощения, месье Гохман, что вам пришлось ждать дольше, чем я обещал. Это подлинник. Настоящая скифская корона, месье. Ей больше тысячи лет. Я поздравляю вас, месье Гохман. И от имени Лувра. Нет, от имени всей Французской Республики. Благодарен вам за то, что вы передаете такую бесценную находку именно в наш музей. Как говорят у нас в Одессе... Дико извиняюсь, месье Марсель. Но эта находка таки имеет свою цену. Конечно, конечно. Сколько вы за нее хотите? Не меньше, чем 50 тысяч рублей. Если месье Горо убедился, что короне целая тысяча лет, то по 50 рублей за год, я думаю, немного. Сколько это в франках? 200 тысяч, месье Марсель. Месье Гохман, послушайте. Лувр содержит казна Франции. Я постараюсь убедить Сенат, Палату депутатов и Национальную ассамблею в том, насколько это приобретение для нас важно. Я согласен подождать, но держать у себя такую ценность опасно. Я выдам расписку. А ваше пребывание в Париже будет оплачивать Лувр, пока решение принимается. Гохман старший вешал лапшу на французские уши, а я тем временем шел по следу Котовского. Бросает вызов полиции! Аберполисмейстер Геловани в гневе объявил войну антикварным фальшивкам! Здравствуйте, дядь Вася! Здравствуй, Кляр! Ну, рассказывай, какое там дело у твоего Брауна до новой полиции? Да и не Мурран вовсе. Он обвиняет одесскую полицию, что они ловят жуликов. Он в газете платит деньги за свою рекламу, а они печатают всякие его заявления. Выходит, он вашу газетенку купил с потрохами и печатает всякие глупости. Ему через газету всякие люди сообщения тискают. Он отвечает. Петька, ты что делаешь? Люди расходятся! Да иди уже! Месяц, говоришь? А старые газетенки у тебя не завалялись? Ну, как раз в месячной давности. А вам зачем? Вы же про газет не читаете. Новые нет, я старый любил. Гляну, что писали тогда. Сравню, поменялось ли что. Ну, раз так, то что-то найду. Только аж не бесплатно. Договор. Договор. Ну, что ж ты нашел такого за мадам Милкус в этой старой газете? То, что Милкус сделала в Одессе гешефт? Ой, Вася, не морожь голову. В Одессе каждый, кому не лень, последние сто лет делает гешефт. И потом, какой гешефт у Милкус? Она бедная вдова. И я об этом. Наша бедная вдовушка месяц назад разместила объявление. Куплю большую партию индийского кофе. А вот ей ответили. Большая партия индийского кофе ждет своего покупателя. Отдал объяву. Гарри Браун. Ой, Вася, Вася, ты уже и Брауна в злодея записал. Они вот так же месяц назад уговорились встретиться в Одессе. А потом, как бы невзначай, случайно, увидели друг друга. Вот, в объявлениях Брауна нету слова большая. Только тут. Обмен любезностями? Или паролями. Точно. Ой, Вася, Вася. Фух. Ты представляешь, если что-то сложится не так, а? Нам же Геловани голову открутит. Ой, не дай бог, Господи. Так пускай меня и отрывают. А вы ничего не знали? Ну, давай, Вася Карпыч, действуй. Только без твоих этих любительских театров, ладно? Тысячу извинений за то, что вам снова пришлось ждать дольше, месье Кохман. Ничего, главное, все решилось. Даже лучше, чем мы полагали. Вот, кстати, это офицеры французской полиции. За вами, месье Кохман. Или нет? За мной? Почему за мной? Как так за мной? Не надо за мной. Да что вы. Как раз нужно. Эти господа проводят вас в банк. А-а-а. Двести тысяч франков наличными. Вы не можете разгуливать с ними по Парижу. Двести тысяч. Да. Нужна охрана. В таком случае не смею вас задерживать. После вас проводят на пароход в отдельную каюту люкс. Но мы ведь откроем здесь шампанское. Но мы ведь откроем здесь шампанское. Да-да, об этом мы уже позаботились. Через пару дней во всех газетах трубили о найденной при раскопках короне скифского царя Сайтоферна и небывалой сумме, которую Лувр за нее выложил. Как же так, Лиза? Меня так обманули. Так обманули. Двести тысяч франков. Это шуму непостижимо. Но это же ваша работа. На и впрямь дорого стоит. Моя, моя работа. Так эти два поцца продали ее как корону, которую выкопали из земли. Вы понимаете? Я работал, работал. Ночами не спал, я плохо кушал. И что теперь я с этого имею? Пшик! Зато ваша корона в Лувре. Ой, так Лувр же не знает, что то моя корона. И теперь никто не узнает за бедного старого Рахумовского. Знаете что? Я напишу письмо в Лувр, и там все поймут. Защищу ваше доброе имя, и эти кохманы будут наказаны. Пятьдесят кусков? Пятьсот катеринок без ножа и револьвера. Я не знаю. По пятнадцать тысяч каждому. Все по-честному. Тихо, тихо. Пярчик, осторожно шампанским в день не забей. А то испорчишься с нами весь гешет. Не, братцы, я до конца не верю. А я тебе говорил, братья Гохманы, они фуфло не толкают. Мы взяли Лувр! Да. Да, Тищенко, не верил я тебе до последнего. Иди сюда. А вот, гляди, новое объявление. Чего там? Срочно продам большую партию кофе. Именно большую. Правильно это, я его напечатал. Ты напечатал? Для чего? Не для чего, а для кого. Ева Милку всегда читает эту газету. Ну вот я забросил знакомый маячок, а вдруг клюнет. Вася, я ж тебя просил. Не надо никакой самодеятельности, не надо любительских театров. Ты все испортил. Так выманить же. Кого? Куда? Сами сказали, свободно от службы время. Я, между прочим, за свои деньги. Вася, давай так. В следующий раз такие вещи обсуждать со мной. А если Браун прочтет, он на пьявы не давал? В позу встанет и все пропало. Вся твоя работа, козя под хвост. Там подписи нет. Ну и что? Кофе сейчас кругом торгуют. Да и не до кофе ему сейчас. Чай вместе. У него сейчас другой предмет. Это ты куда клонишь? Да так, никуда. Мое-то. Да не волнуйтесь вы. Поймаем его. Ой, Вася. Дай бог. Дай бог. Хорошая баржа. Только старая. Давайте торговаться. Давай. Ровно стою. Вы меня удивляете, господин. Меня пригласили солидные люди. Для серьезного разговора. А вы с оружием. Ты залез на нашу территорию. Гастроли даешь. А долю не занесешь. Минуточку. Диа, диа. Ты кто такой лысый? Я извиняюсь. Давно надо было к вам с этим. Ну, знаете как. Дела, дела. Это вам. Всем деловым жуликам. Владелец сего письма есть никто иной, как Гриша Котовский. Мой друг и деловой компаньон. За него ответ держу. Миша Винницкий. Знакомься в уху. Сам господин, пардон, товарищ Котовский. Свободный анархист. Он же Гриша Кот. И пончик за него мазь утянет. Пресел принять, как свое уху. Но мы своих не трогаем. Ничего, ничего. Еще подружимся. Письмо Лизы о подлинном происхождении короны Сайтоферна вызвало в Париже бурную реакцию. Ваша хваленая экспертиза не смогла отличить настоящую скифскую корону от подделки. Но это не подделка. Корона – шедевр ювелирного мастерства. Она из чистого золота, очень высокой пробы. И у того, кто ее сделал, руки тоже золотые. 200 тысяч франков из французской казны. Теперь я должен объяснить членам парламента, как допустил такие расходы на экспонат, которому не тысяча лет, а даже года нет. Но я не могу! Потерять место, месье Марсель, и позор будет не меньше. Потому лучше пока не разоблачать обман и подлог. Тем более, повторюсь, у меня в руках шедевр. Он не уступает по цене экспонату, за который заплачены огромные деньги. Вы хотели что-то предложить? Промолчать для общего блага раз и попытаться привлечь месьера Хумовского не к ответственности, а к работе на нас. Думаете, такое возможно? Мелкий одесский ювелир оказался крупным мастером. Как раз это меня и удивляет. Одесса до войны славилась мастерами, это сейчас они разбегаются. Если Хумовского позвать, он переплывет море, не дожидаясь парохода. Мы сохраним тайну истинного происхождения короны и объясним это Хумовскому. Тогда его услуги обойдутся Лувру намного дешевле. Месье. Добрый день, Лиза. А вы снова с поручением от Лапидоса? Угадали. Рад вас видеть. Могли бы просто зайти ко мне. Поболтали бы. Музыкант из меня лучше, чем из собеседника. Молодой человек, вы пришли до меня или морочить девушку? Мы просто беседовали. Вначале побеседуем мы с молодым человеком, а вы, Лиза, пойдите приготовьте мне чай. Хорошо. Ну, что там у вас? Как обычно. Так, знаете что? Уносите это назад и больше сюда не приходите. Все. И передайте своему волу, что наш дешевр закончен раз и навсегда. До свидания. Не понял. Хорошо. Объясню доходчику. Меня пригласили в Лувр. Лично. Вот ответ от директора. Лучшего в Европе музея. Так что вот тот холомес, передайте вашему волу и пусть он засунет себе туда, где его спина заканчивает благородное название. Вот так вот. До свидания. Так и передайте? Так и передайте. Честь имею. Пока получивший признание в самом Лувре Рахумовский не мог сложить себе цену, мой план сработал. Сбежавшая с детскими деньгами Ева Милкус клюнула на объявление в газете и шла прямо ко мне в руки. Ваш номер готов. Скажите, промышленник Гарри Браун у себя? К сожалению, его пока нет. А когда он будет? Не могу знать. Спасибо. Прошу прощения, мадемуазель Шварц. Что вам угодно. Вы меня узнали, по глазам вижу. Вы мне ключ от сейфа давали лично. Чего вы хотите? Зачем вы с моими фамилией? Разве один окажетчий из-за причины путешествует в комнату? Вас хотят подставить. Нам нужно поговорить. Давайте поговорим, ну не здесь. Заказанный апартамент и люкс. Ну, что же вы хотели мне сказать? Через объявление в газете вы договорились с Брауном здесь встретиться. Но он не придет. А с чего вы взяли, что мы вообще договаривались? Понимаете ли, Гарри Браун увлекся одной молодой особой, которая уже все уши прожужжал, что именно вы украли деньги из благотворительного фонда. И сегодня появитесь здесь. Отель окружен. Так что у тебя не получится. Я думаю, Браун вас использует. И при первом удобном случае спишет всю вину на вас. Вы должны нам помочь разоблачить Брауна. Только так обещаю глубоко не копать. Под вашу географию. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь. Ну что, господа сыщики, получается, Тищенко прав и утер нам всем носы. Это чистосердечное признание Евы Милкус. И вот ее подпись. Так она тем более, что не Евы Милкус. Ну да. Ну пока будем эту вдовушку так называть. Хотя она вовсе и не вдовушка. Так что, теперь к Брауну? Ну зачем же так сразу к Брауну, сынок? А зачем тянуть-то? Ну да, он прав. Хотя очень важная персона. Поэтому я считаю, вначале нужно доложить самому гелование. Он поставит свою резолюцию и тогда поконим. Правильно? Ну вот, приведи себя в порядок. И доложись. У меня дела. Слушаюсь, Ваше благородие. Давайте здесь. Так времени нет. Ага. Пока они там будут свои дела делать и докладывать, уйдет наш Брауну. Василий! Василий! Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Упустишь кота с казной. Авторитет потеряешь. Так и не я один. Мы с Эмен с тобой на пару ему всю Одессу для работы открыли. А Миша Япончик под этим еще и подписался. Вся их братве козу пристроена. Поднимай наших по алярму. Нехай шукают кота. Спасаю честь Одессы. Кот не фраер. И положа руку на печень, его небось у города уже нету. В городе он. За нас елование половину работы сделал. На станции в порту столько фараонов, что никому с Ксивой Брауна не выбраться. Так вот, новость куда он поменял? Вот ты правильный человек. А Меркуеша узко. Котовского давно ищет. Брауна недавно. Ему новая Ксива нужна. А Мишка у него тут где-то. Эй, надо сказать, что мы ищем не Аришу-кота, а Альку Брауну. Замет она. По всем хазам и малинам, глаза и уши, никто похожий на Гарьку Брауна не рисовался. А на кого похожий? Слышь, Вол, имеется одна ниточка, за которую никто не тянул. У Брауна девка есть. Я их пропас, когда у Гранд Отеля терся. Леса, иди в баню. За Милку Сиху, за его подельницу все в курсе, а она вкрыто отдыхает, сходи проведай. Да не, Милку сто баба взрослая. А я тебя за девку толкую. Я ее срисовал сперва с Брауном. Но когда с Рахумовским стали работать, девку эту видели у него в лавке. Лысый, замолчи. Лиза тебе не девка, понял? Ты глянь. Сколько интересного сразу. Лиза, говоришь? Что, знакомая? Ну так сходи по знакомству, поговори за Гарьку Брауна. Да они случайно могли с ним встретиться и разбежаться сразу. Вол, я тебе говорю, она ничего не знает. Она ничего не знает? А ты спрашивал, а? Сдается мне, у тебя до барышни свой интерес. Гляди, лысы с прыщом тоже могут до лавочки прогуляться. Они спрашивать умеют. Не надо. Я сам к ней схожу и сам с ней поговорю. Сходи. Только одолжение делать не надо. А эти двое с тобой, чтобы ты по делу говори. Вол! Я все сказал! У наступней серии. Матвей? Лиза, нужно поговорить. Кончается и морится море. Дюблял, девка! А ну отошел от нее? Мне все про вас ясно, Матвей. Вы жулики внули. Лиза, не надо про меня так плохо думать. А я о вас не думаю. А я о вас думаю. Каждый раз, когда я на скрипке играю, я о вас думаю. Каждый раз, когда я на скрипке играю, я на скрипке играю, я на скрипке играю, я на скрипке играю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова